Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, можно ли вылечить болезнь БАС? Какие препараты в вашей компании необходимо принимать? От чего возникает эта болезнь, по вашему мнению? Спасибо за ответ. Заболевание БАС, заболевание вот такого склероза, обычно, по моему мнению, формируется на фоне голодания, неспецифического язвенного колита, перенесенного вирусного заболевания. Очень часто это может быть связано с гемоцистеином, по моему мнению, но я так считаю, то есть нарушение холирования в организме приводит к появлению гомоцистеина в большом количестве, это приводит к дальнейшему появлению аммиака, и существует такой парадокс, наверное, недостаточно изученный, но на который обращают внимание, что при заболевании БАС очень высокий аммиак появляется в крови, и, как правило, это связано с гомоцистеином. Я считаю, что первое, это может иметь корни генетические, то есть происходит, видимо, разрушение ДНК, могут происходить какие-либо процессы, которые связаны с гомоцистеином метилтрансферазы, которая переводится в дальнейшем к перенакоплению аммиака, и есть уже варианты лечения этого всего атрофического склероза, бокового атрофического склероза, это использование препарата бетаин, использование препарата бетаин, использование препарата гепакс, переход на уменьшение употребления белковой пищи. Почему я говорю, что не специфический язвенный колит, очень часто в преддверии бокового аммио-как он там называется, баз, это боковой аммио-спастический склероз, сейчас баз, как правильно, боковой аммиотрофический склероз, боковой аммиотрофический склероз, может быть еще и следствием неусвоения сахаридов при неспецифическом язвенном колите, и как правило это может идти длительное время развиваться, как запор или диарея, в дальнейшем у женщины развивается неусвоение полисахаридов, неусвоение сахаридов, появление аммиака, и это все необходимо вот таким образом устранять, каким образом? необходимо убрать любую лактозу и лактоза содержащие продукты, второе, начать принимать препараты для поддержания печени и выведения аммиака из организма, это препарат гепакс по одной чайной ложке на один стакан воды 2-3 раза в день, и третье, применение препарата, препарата, можно битулин принимать и принимать препарат бетаин, который будет связывать гомеоцистеин, гемоцистин, гемоцистин, и таким образом будет устранять. Происходит реметилирование гемоцистеина в метионин, который в свою очередь превращается в аммиак, происходит перенакопление аммиака, и это может происходить во время лактоза непереносимости, во время увеличения приема белковой пищи, во время аллергических реакций, и это все следствие неспецифического язвенного колита, как правило. То есть, по моему мнению, необходимо при синдроме БАС принимать препараты железняка, которые будут устранять заболевание, неспецифический язвенный колит, который лечить никто не будет при БАСе. Это препараты, можно принимать, допустим, каолин, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день, далее, работать над улучшением иммунитета, принимать препарат для иммунитета моей компании, Эмбрио Плюс и Инстамакс, обязательно принимать 2 препарата, это ГЕПОКС, 1 чайная ложка на стакан воды, и препарат БЕТАИН по 2 таблетки 3 раза в день, и вот таким образом пробовать лечиться, устранять любые продукты, содержащие лактозу, уменьшать количество употребления белковой пищи. Вот где-то так.